ну что друзья продолжаю я мучить объект значит расскажу немножко что я сделал начал работать с отравлением ну и все это дело опять же не быстро получается на первых сделал вот эти вот крепления мелкие потом здесь на руках защелки так здесь вот пока которые типа тросиков и стал делать чтобы не сломать потому что много тут приходится руками сказать двигать так значит сделал приклеил баки на них сымитировал ручки с под травлением и ленты под травлением вроде так более-менее все состыковалось вот что сделал опять же решетки и сейчас вот делаю еще вот эти вот знаю что это и либо выхлопные либо воздуховоды тут нарисовалась проблема вот эта пластмассовая деталь во первых она не подходит по размеру то посадочное место для которого она предназначена вот то есть она должна сюда вставать причем не подходило вот именно посадочное вот это вот место здесь пришлось подрезать далее не совсем понятно как она должна была быть все таки установлена то есть либо вот ее можно было установить вот видно либо нет вот так чтобы она была как бы горизонтальная поверхность а можно установить чтобы она вот туда упала но как бы параллельно вот именно посадочному внизу скажем так я посмотрел фотографии вот то что нашел там вообще вот как бы практически вот эту штуку не видно то есть она ненамного возвышается то есть по идее она получается должна быть утоплены у нас туда ну вот я насколько мог подточил здесь знаю как это итоге все равно как тот счета и вот не хватает что-то она не влезает куда уже сточил сколько можно было ну надеюсь что принципе наклеена нормально то есть сядет более-менее будет вот но как тот тот момент не совсем на самом деле понятен ну давайте я уже не стал показывать вот эту 106 отравление в принципе уже показывал неоднократно вот как работать точнее как я работаю вырезаю с рамки на керамической плитке стареньким ножом чтобы он погнулся ну давайте попробуем еще одну сделать такую вместе значит здесь смотрите на здесь дам кантик здесь придет кантик тоненький тоненький то всего нужно загнуть вот как у нас получилось но вот этой детали полома что очень проблема нет нет видно здесь придет кантик у нас гибается по всему периметру значит первая мысль на бассейн попробовать использовать вот травой углу туда чтобы тканки заметь на тут такая деталь вот ломан и что очень проблематично это сделать на самом деле, вот тут немножко не зачистил, вот и поэтому я решил попробовать еще один вариант, просто взять пинцет, которым я обычно пользуюсь и вот так попробовать раз и все, дело в том что тут уже у нас сделана канавка, по которой линия сгиба уже намечена она отправлена, и по ней вот таким вот макаром очень легко и ровненько все получается, то есть не надо мучиться, не взгнувшаться, не вставлять там, что-то делать, все достаточно ровненько получается, и быстрым ваундом так здесь было хоть что-то видно, немножко сейчас по-другому поставил камеру, вот немножко ближе к столу, немножко не привык к новому расположению, так что, друзья, простите, если не буду попадать опять, и сразу хотел еще сказать спасибо за комментарии, которые вы оставляете к видео, и извините, если не всем отвечаю, просто последнее время времени совсем мало, тут еще вот с этим работа тоже и с траками, и сейчас фототравлением полно, поэтому, а еще хочется посмотреть то, что другие делают, в последнее время прям очень много появляется видео интересов от других, тоже любители моделистов, моделизма, и хочется тоже посмотреть и обзоры там, и сборки интересные, поэтому извиняйте, ребята, если не на все комментарии отвечаю, так, ну давайте теперь загибаем, загибаем опять концептиком по линии сгиба, которые намечены у нас на ход травления, ну вот, все готово, так, теперь нам нужно вот это место, вот это место нам нужно немножко, вместо стыка немножко подклеить, так, если у меня еще не засох в клее, попробуем сейчас, здесь я клея не жалею, в принципе, так, теперь нам нужно приклеить эту штуку в нашу, вот эту пластиковую деталь, так, сейчас я проверю еще раз, какая она должна стоять, так, угу, так, ну здесь тоже, как будет, примерно выравниваем по месту, и беру теперь опять клеить, и туда вот прям вместо стыка заливаю, тоже как бы особо здесь не боюсь ничего испачкать, поскольку это внутренняя поверхность, в принципе, ничего страшного, здесь там где-то личная будет, я думаю, здесь ничего страшного, главное, чтобы она схватилась и держалась, клей, конечно, уходит с этим подтравлением, в том плане, что расходуется, в том плане, что сохнет он, приходится заново добавлять, потому что пока обработаешь там пластиковую деталь, пока срежешь одну деталь в то время, пока другую, уже все, так, ну что, готова наша еще одна, то ли это воздухозаборник, то ли это выход, честно говоря, это не знаю, так, и в принципе, можно их уже, наверное, приклеить сразу, да, еще посрезал здесь кое-какие крепления, здесь вот были крепления вот для фиксатора орудия, вот, а я вот тоже этого уже сделал, в принципе, осталось только приклеить, ну, вот этот пластмассовый вот штырек тоже пообрезать, приклеить, но пока сейчас не хочу, чтобы случайно не задеть, не отломать, дальше здесь еще были крепления пилы, тоже я их срезал, вот здесь вот были имитация колец, за который, видимо, вот эта вот плита поднимается моторной, тоже я их срезал, они у нас будут в фототравлении, здесь вот, честно говоря, вот под этими крышками круглые решетки, мы их вообще не видим, то есть, зачем их можно было делать, вот, честно говоря, даже я не знаю, решетки были красивые, конечно, еще они такие ажурные, даже жалко было сейчас, наверное, заклеивать такими крышками, думал оставить, потом думал, ладно, приклеиваю, если они должны быть, так, ну, сейчас я вот занимаюсь в основном на задней части, вот, тихоньку пройду дальше, вперед, тут еще куча шансов, там нужно приклеить, скорее всего понадобится еще кое-что срезать, вот, наверное, крепление вот эти лопат, ну, шанс крепления вот эти вот, потому что они идут тоже в травлении, там и лопация, в травлении, вот, так что делов тут еще полно, продолжаю потихоньку, в принципе, еще раз говорю, показывать, как бы особо нечего, но буду стараться вот так вот, поэтапно, скажем так, показывать, что получается, чтобы вы более-менее в курсе, чтобы не пропал, чтобы не работаю, так, ну, пока я на этом тоже прервусь, вот, ну, до следующего включения, так, друзья, потихоньку я продолжаю, вот, на текущий момент сделаны следующие вещи, ну, во-первых, приклеил кучу мелочевки, тут шанец, смотровые приборы, вот, вот эти поручни тоже не стал переделать на подтравление, здесь вот тканчик идет такой, в принципе, в пластике он смотрится и так нормально, с подтравлением слишком уж много возни получается, а толку, ну, не особо, скажем так, во-первых, и отломать вот это вот легко, в общем, ну, и во-вторых, как бы, в данном случае здесь не вижу смысла, как бы, делать из отравления, потому что пластикой тоже нормально смотрится, так, сделал, значит, пару я одну, сейчас как раз хочу заняться второй и хотел показать, как я делал отражатель на первой фаре, попробуем сделать то же самое на второй, значит, для этого нам понадобится кусочек самоклейки, фольги, вот, значит, ну, давайте начнем, первое, что я делал, это нам нужно, вот, вот, круглая, закругленная, вот такая вот, либо палочка, либо шарик, ну, вот, у меня есть еще вот такая вот, но она маленькая, вот, от стоматологическая стрима, то есть, была побольше, был консульс, ну, что такое вот, кругленькая, можно шарик, наверное, спорим шарик, это неудобно, в общем, сначала что я делаю, ну, сначала беру, просто кусочек, на нем, начинаю вот с середины, круговыми движениями, давлюсь, и, ого, нет, у нас еще этот самый коврик, и немножко так вот расширяю, вот здесь, вот, у нас получилась вот такая небольшая какая-то, вот, что-то, можно еще попробовать, ну, на руке, вот, либо на чем-то еще, более мягким, чем коврик, ну, смысл какой, нам нужно немножко вот это дело растянуть, вот, чтобы получилась такая вот обнутая, так, ну, немножко расширяем, сейчас, немножко у нас, нет, включилась, с первого раза может у меня получиться все так-то, так, ну, что-то такое, так, сейчас, вот, так, а теперь, теперь, ну, я, во-первых, сниму сейчас бумагу, вот эту защитную, так, то есть у меня может лежит, Теперь я беру пробойничек, головку пробойника. У меня максимальная кипа есть, здесь где-то 4,8 миллиметра. Так, еще на ней немножко порвалась. Давайте еще одну, она слишком сильно задает. Бывает, с первого раза включается. Может, сейчас попробую сразу, наверное, вот на эту штуку вытеру, сейчас так и сделаю. Короче, надеваем заедем. Наклеил бы я вот на головку и начинаю потихонечку круговыми движениями втирать туда вот эту нашу фольгу. Главное, сильно не давить, чтобы не прорвать. Ну, в принципе, наверное, достаточно. Теперь мы что делаем, мы теперь просто делаем, вырезаем. Вот, у нас получается такая полосфера, теперь надо ее аккуратненько оттуда вытянуть. Так, когда поддаюсь к теме, сейчас это вообще не привык у нас еще. Вот, получилась вот такая вот у нас вогнутая чашечка, как бы можно сказать, и теперь ее аккуратненько вставляем. Так, вот так, чтобы у нас ровненько его, так, и то же самое делаем. Так, здесь небольшой вот остается пентик. Его немножко тоже так разглаживаем, чтобы у нас потом стекло сюда влезло. Так, вот этот мешается немножечко точно. Штырек направляющий для стекла нам было, но она срезается немножко. Ну, в общем, вот, друзья, вот такая вот получается у нас отражатель. Такой отражатель. вот теперь, в принципе, можно в центре аккуратненько иголочкой сделать отверстие. просто вот даже не надавливаю, просто под своим весом стоим так, чтобы не прорвать слишком. так, ну достаточно. Вот и теперь сюда можно будет вставить лампочку и потом закрыть нашу стекло. про тут, конечно, не видно будет этого всего, поскольку здесь это маскирующее устройство. так, ну вот, друзья, такой вот способ простой. Не всегда, не с первого раза, конечно, получается, но если люди не торопиться, аккуратно делать, то, в принципе, нормально, не с первого, так со второго. Так, все, друзья, на этом я опять прервусь, буду доделывать все это дело дальше. В принципе, по корпусу практически все. Осталось вот фару сделать. Ну и ряд еще мелких деталей, там габариты. и буду переходить уже в сборке башни. Так же сделал я трос, который вот у нас шел из набор управления. у него больше понравился, чем который был в наборе. Он очень поаккуратнее вообще. Вот, к нему шли вот тоже набор управления смоляные колши. Вот, тоже просверлил дыркой и да, целая крива по самим. Вот, крепление под него я уже тоже сделал, то есть он будет у нас здесь подходить. Вот, и сюда вот ложиться. Здесь под него вот еще замочек. Отправленный, то есть по идее вот сидя в замке. Вот так вот. Может быть, конечно, немножко он миловат получился. Можем его, конечно, подрезать, наверное. Но, думаю, нормально. Так, все, на этом я проливаюсь и продолжаю сборку. Ну что ж, друзья, закончил я собирать корпус и фототравление. В таком виде сейчас у нас все это дело не находится. Тут кое-что сделал, заменил еще поршни из проволоки и сделал. Вот, и остальное все. Штатное. Так, и начал я собирать уже потихоньку башню. Во-первых, ствол все зачистил, вроде более-менее все ровненько получилось. Так, я и склеил, ну, собрал здесь, срезал пластиковую держательку прожектора подсветки и собрал вот с фототравлами и склеил половинки башни. Вот. Здесь, конечно, вот тут щели такие получились страшные. Вот здесь придется делать все еще покрывать. Вот такой, друзья, прогресс на текущий момент. Все, сейчас, ну, сейчас я буду, заделаю щели вот эти вот, и буду собирать там мелочевку отравленную и так далее на башню. Вот тут будем заканчивать башню. Вот. Все, друзья, на этом я опять прерываюсь до следующего включения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok